Доходность зависит как от инвестиционной стратегии НПФ, так и от состояния экономики. Такие события, как пандемия, падение цен на нефть, вызывают нестабильность на финансовых рынках. Инвесторы начинают сомневаться в будущем компаний и стараются меньше покупать их активы, а больше продавать. Из-за этого стоимость активов падает, а некоторые компании перестают платить дивиденды. Все это снижает доходность инвесторов, в том числе НПФ. А вот когда в экономике нет потрясений, рынки растут, растет и доходность НПФ. Банк России следит за тем, чтобы негосударственные пенсионные фонды вкладывались в надежные инструменты с выгодой для клиентов. НПФы должны искать наилучшие варианты вложений, даже когда экономика нестабильна. Во время пандемии коронавируса доходность НПФ хоть и снизилась, но гораздо меньше, чем потеряли финансовые рынки в целом. Средний убыток от инвестиций НПФ в первом квартале составил 0,4%. В то время как в среднем стоимость облигаций снизилась на 0,8%, а стоимость акций на 17%. Важно отметить, что квартальная доходность не отражается на счетах клиентов. Тем более, что по результатам второго квартала ситуация на рынках нормализовалась, цены на нефть выросли, у фондов есть шансы выйти обратно в плюс.